Добрый день, коллеги. Сегодня я буду говорить про исследования, посвящённому поиску микро-НК в мочи для диагностики рака предстоятельной железы. Рак предстоятельной железы, или кратко РПЖ, на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний у мужчин. И по данным сайта Интернационального агентства исследований рака на 2018 год РПЖ среди всех онкологических заболеваний в мире, кроме рака кожи мужчин, выходит на первое место. А среди причин летальности онкологических заболеваний занимает вторую позицию. Причём стоит сказать, что в случае локального или регионального течения этого заболевания пятилетняя выживаемость этого вида рака близка к 100% случаев. Однако же в случае распространения с метастазированием это число снижается до порядка 30%. 29-31%. И, в общем-то, проблема заключается именно в том, что... Проблема современной диагностики в том, что необходимо не дать, так скажем, локальным форумам перейти в распространённые. Сегодня, в общем-то, уже ни для кого не секрет, что диагностика РПЖ основана на тесте на простатспецифические антигены или ПСА является общепринятым и, так скажем, самым распространённым и определяет дальнейшую татику обследования и лечению пациентов с ораком пристательной железы. Другие тесты на сегодняшний день, по крайней мере на стране, менее распространены. Я имею в виду коммерческие аналоги. Упрощённая схема постановки диагноза РПЖ прежде всего включает определение концентрации ПСА, затем осмотр урологом, различные ректальные обследования, диопсии и так далее. Но в любом случае принципиальным является то, что ключевым этапом, так скажем, отбора пациентов и группы риска является именно определение концентрации ПСА в крови. Однако, несмотря на, так скажем, широкое использование этого маркера, в общем-то, уже сегодня уже известно, что этот маркер не такой идеальный. Он, к примеру, обладает достаточно низкой специфичностью. Например, при чувствительности 70-90% специфичность диагностики рака пристательной железы составляет только 25-40%. Ну, к примеру, этот маркер не способен отличить воспалительный процесс от доброкачественного роста ткани. И, к тому же, такая же организация, как United States Preventive Task Force в Америке, не рекомендует использовать этот маркер в качестве скрининга, скринингового теста. Иными словами, на сегодняшний день уже понятно, что требуется, так скажем, новый маркер, более современный, так скажем, который способен заменить и компенсировать все недостатки простатспецифического антигена. Сегодня хорошо известно, что в моче, как и в других биологических жидкостях, присутствуют неклеточные инкулиновые кислоты различных размеров. И в качестве перспективных маркеров диагностики рака пристательной железы сегодня вступает микро-РНК, которую, в общем-то, в силу своей анатомической близости пристательной железы с мочеводящими путями могут присутствовать в достаточно большом количестве и в моче. Ну, также здесь необходимо отметить, что микро-РНК – это достаточно стабильные молекулы, в том числе и в моче, как и в других биологических жидкостях, несмотря на большое содержание РНК. И, соответственно, они могут являться хорошим источником диагностического материала. Ну, на слайде представлены преимущества и недостатки использования данных молекул. Ну, хотелось бы прежде всего сказать, что число очевидных преимуществ сюда следует отнести. Это хорошо отработанные методологии детекции микро-РНК, неинвазивность, то, что касается мочи, малоинвазивность крови, но сегодня про мочу говорим. И также просто получение этого диагностического материала. Вполне достаточная концентрация микро-РНК благодаря анатомическому расположению, о чем я уже говорил. Но помимо преимуществ существуют и сложности. Ну, в их числе, например, это то, что отсутствуют единые стандарты, по которым следует проводить исследования этих биомаркеров, например, протоколы сбора, обработки, хранения образцов, процедуры выделения и также детекции, ну и также процедуры алгоритмизации. Ну, всё это, конечно, приводит к определённым сложностям и снижает ценность многочисленных, довольно серьёзных исследований. В связи с этим нашей целью, целью нашей работы было изучить микро-РНК различных фракций мочи, выявить те микро-РНК, которые ассоциированы с раком пристательной железы, ну и также разработать диагностическую систему. В целом, поиск онкомаркеров и разработка на их основе диагностической системы – это достаточно сложный и многостадийный процесс, который начинается от первичного поиска маркеров и заканчивается проверкой эффективности всей системы. Дизайн конкретно нашего исследования включал разделение мочи на две фракции, дальше выделение микро-РНК, профилирование экспрессии при помощи микро-РНК, анализ и дальнейшую разработку диагностической системы. В исследования были вовлечены как здоровые доноры, так и пациенты с ДГПЖ и раком пристательной железы по 10 человек в каждой группе. Также здесь необходимо отметить, что одной из наших задач была разработка эффективного протокола для выделения микро-РНК с биологической жидкостью, включая мочу, и могу сказать, что мы с этой задачей справились. Был разработан эффективный протокол, который не уступает по эффективности коммерческим аналогам. Эта часть работы была обубликована в аналитикл-биокемистре за 2016 год. Ссылочка указана внизу слайда. Еще раз вернусь в слайд. Характеристика здоровых доноров, пациентов с ДГПЖ и РПЖ представлена на слайде. Так скажем, основную группу больных РПЖ составляли пациенты со второй и третьей стадии по ТНМ и индексом глисона от 6 до 7. Группы пациентов с ДГПЖ и РПЖ формировали на основании жалоб в уровне ПСА, обязательно к гистологическому заключению биопсидного или послеоперационного материала. Критериями вхождения в группу больных РПЖ являются непосредственно стоятые 2, Т3. Уровень ПСА крови больше 10 нанограмм в миллилитре. Критериями вхождения для больных в группу ДГПЖ было клиническое подтверждение диагноза отсутствие иных онкологических заболеваний в анамнезе. Ну и группа здоровых, соответственно, формировалась по уровню ПСА крови не более 2,8 нанограмм в миллилитре и отсутствие каких-либо заболеваний, включая онкологические заболевания мочевой системы. Далее при помощи профилирования на платформе МИКЗИКОН мы оценили экспрессию 84-х микро-НК, которые входили в состав выбранной панели. В процессе анализа данных мы отдельно анализировали концентрации неклеточных микро-НК в двух различных фракциях, а также выполняли перекрестные сравнения концентраций между фракциями у ранее упомянутых трёх групп пациентов. В процессе стандартный анализ представленности микро-НК включает обязательная необходимость нормализации данных. И в связи с этим на первом этапе мы проводили нормализацию на глобальное среднее. То есть очень такой, так скажем, метод, который применялся. Мы тоже так же применили его. И вторым этапом мы применяли поиск нормализатора при помощи программы Non-FIDER. В результате в качестве нормализаторов были использованы микро-НК наиболее со стабильными концентрациями в образцах. И для первого и для второго этапа мы использовали программу, стаб-программу GraphPad-PRISM. Ну, сразу хотелось бы отметить, что мы не смогли получить, так скажем, микро-НК, который с достаточно высоким, большим пороговым циклом. Пороговый цикл, как правило, был не больше единицы. Вот. И, так скажем, недостаток первого этапа в том, что существует необходимость использования массового анализа. А недостаток второго — это то, что достаточно эффективность низкая в плане трудности поиска хорошего нормализатора. Вот. И в связи с этим на данном этапе стало очевидно, что необходимо было менять, в общем-то, стратегию анализа данных. И в качестве альтернативы нами был применен, использован парный метод нормализации данных, который, в общем-то, позволяет оценить экспрессию всех возможных комбинаций пар микро-НК и, так скажем, шанс получить пары наиболее, так скажем, максимальное количество пар диагностически значимых, он становится максимальным, наибольшим. Для этого мы использовали статистическую среду R. Вот. На данном слайде, в общем-то, показано, как мы это делали. В данном случае при помощи этого метода, парного метода, мы, так скажем, получили более 3000 различных комбинаций пар микро-НК в трёх группах сравнения, в двух фракциях мочи. И далее при помощи различных критериев отбора, главным из которых, главным определяющим из которых являлась была разница пороговых циклов или дельта-сети, мы сформировали наилучшие пары микро-НК для каждой группы сравнения. Ну и далее, в общем-то, мы оценили их диагностический потенциал. Вот в качестве примера здесь показано на данном слайде, что выбрали пары микро-НК с достаточно неплохой диагностической эффективностью. Вот. Далее. Поскольку нам всё-таки не удалось обнаружить пары, которые позволяют с абсолютной чувствительной специфичностью разделить все три группы пациентов между собой, мы предприняли попытку, так скажем, отличить этих пациентов при помощи анализируя различные комбинации диагностических значимых пар микро-НК. Для того, чтобы выбрать пары микро-НК, которые должны войти в состав диагностической системы, мы предложили алгоритм анализа данных, состоящий из глобальных четырёх блоков. Отбор пары микро-НК в данном алгоритме осуществляется, исходя из диагностической эффективности. То есть в данном случае мы брали пару микро-НК, которая обладает наивысшими показателями чувствительности при стопроцентной специфичности. А также мы при этом учитывали диагностический диапазон измеряемых маркеров. Во-первых, на первом шаге выбирается пара микро-НК со стопроцентной специфичностью, как я уже сказал, и наибольшей специфичностью чувствительностью. Далее здесь должно выполняться очень важное условие, при котором должно происходить перекрывание всей группы пациентов. То есть не должно быть ни одного пациента, не обладающего характерной экспрессией хотя бы одной диагностической пары микро-НК. При этом используется как сравнение уровня микро-НК в группе внеклеточных визикул, так и в бесклеточном супернатанте, так и при пересечении групп. Во-вторых, также мы оценивали характеристики распределения данных относительно концентрации микро-НК. То есть в данном случае нормальное или нет распределения. И далее в зависимости, в нашем случае это было нормальное распределение, мы строили интервал, в котором располагались до 95% данных. То есть это среднее плюс-минус 2СД. После этого уже непосредственно формировали диагностический интервал для каждой пары. В случае, если первая пара не позволяла поставить диагноз конкретному пациенту, мы переходим к анализу концентрации второй пары микро-НК и так далее, что, собственно, схематично показано на данном слайде. Таким образом, с использованием 24 аналитических систем нам удалось классифицировать всех пациентов со специфичностью 100%, с четвертойностью не менее 90%. Таким образом, предложенный алгоритм действий по постановке диагноза позволяет на основании данных об экспрессии 7 микро-НК в матче пациентов, полученных с использованием 4 аналитических систем, как показано на слайде, выявить, что пациентов со статусом точно болен, с четвертойностью и специфичностью 100%. Например, для того, чтобы поставить диагноз точно болен, надо выполнить 4 шага, как показано здесь на слайде. То есть использование всего лишь данных о концентрации 7 микро-НК. При этом на шагах 3 и 4 в анализ вовлекается одна и та же микро-НК, микро-НК 148. А некоторые микро-НК одинаково оказались для разных панелей. На данном слайде показано, что в качестве примера по данным анализа формируется вот такой результат в виде таблицы. И показано, что практически все микро-НК, даже не практически, а все, они перекрывают всех пациентов. То есть какая-то микро-НК срабатывает, может срабатывать несколько раз. То есть таким образом вся группа перекрывается с помощью данного набора микро-НК. Таким же образом, на основании данных об экспрессии 9 микро-НК в моче пациентов, с использованием 5 аналитических систем, удается выявлять пациентам с диагнозом рак предстательной железы со специфичностью 100% и числительностью 90%. Далее по такой же схеме можно выявить пациентов с диагностическим статусом точно не РПЖ со специфичностью и числительностью 100% на основании данных об экспрессии 9 микро-НК в моче пациентов с использованием 5 аналитических систем. Ну и таким же образом выявить здоровых пациентов с использованием 5 микро-НК и 3 аналитических систем. Также следует отметить, что в панелях используются не только концентрации пар микро-НК из одной фракции, но также используются концентрации микро-НК в различных фракциях, которые также могут быть диагностически значимы. Кроме того, часть из выбранных систем перекрываются в диагностическом плане, то есть некоторые пациенты могут быть отнесены к группе РПЖ или точно не РПЖ на основании данных экспрессии одной или двух или трёх пар микро-НК. Однако диагностическая система, которая базируется на анализе экспрессии 3 или 5 пар, обладает в данном случае наибольшей устойчивостью и позволяет классифицировать пациентов не менее 90% пациентов. И по меньшей мере на текущем этапе диагностическая система данная она не даёт ложноположительных и отрицательных результатов. В общем-то, всё, коллеги, всё, что я хотел сказать сегодня. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.